В эфире новости Карелии, в студии Анжела Дробышевская. Здравствуйте! Смотрите сегодня. Все время требуется учиться, а я учиться люблю. С каждым годом появляется что-то новое, что-то очень, так сказать, интересное. Четыре медицинских специалиста из Петрозаводска удостоены звания «Заслуженный врач Республики Карелия». Погода, конечно, подвела, но все равно мероприятие очень важное, поэтому мы пришли. Очень нравится концерт, красиво поют, все нравится. В карельской столице с размахом отметили День России. И сына, и святого духа. Аминь. В Петкеранском районе осветили часовню во имя покровителя судостроения и русского флота Митрофана Воронежского. Почти 30 вопросов рассмотрели сегодня на заседании Законодательного собрания. Депутаты приняли отчет у полномоченного по правам ребенка и лишили депутатских полномочий Виталия Красулина, который обвиняется в даче взятки. Что еще было на повестке, расскажет Наталья Ильина. Полномочия депутата Виталия Красулина были прекращены на основании его собственного заявления. Об этом стало известно в ходе заседания. Помимо этого, парламентарии вынесли на голосование и вопрос о лишении государственных наград Республики Карелия граждан, которые были осуждены за совершение умышленного тяжкого и особо тяжкого преступления. Коррупция, безусловно, относится к этой категории дел. Этих лиц государственных наград будут лишать. Мы считаем, что так будет справедливо. Еще одной инициативой, которую вынесли карельские депутаты на федеральный уровень, стало предложение включить датчики мониторинга уровня глюкозы для больных диабетом в перечне медицинских изделий, которые предоставляют бесплатно. В случае положительного решения федерального центра по данному обращению, льготные категории будут существенно расширены. И, соответственно, доступность современных методов лечения сахарного диабета станет намного больше. Доклад об итогах работы за прошлый год депутатам представил уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев. Только официально ему поступило более двух тысяч обращений. Это не считая телефонных звонков, не считая личных приемов, когда просто человек вбегает на ему в кабинет и просит помощи. Большинством голосов парламентарии приняли отчет уполномоченного. Еще одним опросом, который обсудили депутаты, стала налоговая реформа. Подробнее об этом расскажем в наших следующих выпусках новостей. Наталья Ильина, Дмитрий Усиченко, Служба новостей. Четыре медицинских специалиста из Петрозаводска удостоены звания заслуженной врач Республики Карелия. Награды за выслугу лет и верность своему делу медикам вручил Артур Парфенчиков во время рабочего визита в Центр палеоативной помощи в Карельской столице. Егор Буяло продолжит. Врач-эндокринолог Марина Рузанова посвятила профессии 52 года. Медициной увлеклась еще в школе. Теперь же Марина Викторовна заслуженный врач Республики Карелия. Без работы она себя представить не может. Больно интересно наблюдать, как развивается медицина. Все время требуется учиться, а я учиться люблю. Поэтому с каждым годом появляется что-то новое, что-то очень, так сказать, интересное, меняются подходы к терапии, подходы к диагностике. Артур Парфенчиков поблагодарил Марину Викторовну и еще трех врачей за верность своему делу и внимательное отношение к пациентам. Глава региона обсудил со специалистами насущные вопросы в сфере здравоохранения в Республике и подчеркнул важность профилактической медицины. Здоровье каждого жителя Республики зависит не столько от врачей, сколько от своего образа жизни. Главное богатство человека – это здоровье. Через здоровье проходит все. Даже семья, даже работа. То есть, конечно, это все очень важно. Награждение прошло в Центре палеоактивной медицинской помощи в Петрозаводске. Здесь работает служба выездной патронажной помощи, бригады, обслуживающие палеоактивных пациентов, взрослых и детей на дому. В этом году территорию Центра начали благоустраивать в процессе обустройства небольшого парка. Почву, грунт, отсев для дорожек, качели, клумбы и другие элементы пожертвовали для Центра благотворительные фонды и предприниматели Карелии. Деревья и цветы учреждению подарил ботанический сад ПетрГУ. Непосредственно работы проводились студентами лесотехнического техникума, педколледжа, волонтерами и сотрудниками Центра. Благоустройство провели и на территории другого медучреждения Петрозаводска, а именно Соломенской врачебной амбулатории. Местные жители были возмущены захламленностью прилегающей территории после завершения строительства, выкладывали в соцсети фотографии со строительным мусором. Сейчас все убрано, рядом с амбулаторией поставлены скамейки, высажены цветы. Минздрав Карелии всегда закладывает средства на благоустройство территории, строящихся в республике амбулаторий, заявил глава регионального Минздрава Михаил Охлопков. Есть разные площадки для разных целей, и самое главное, мы прослеживаем, чтобы была дорога к фельдшерско-кушерскому пункту врачебной амбулатории. Врачебная амбулатория в Соломеном начала работать с февраля. Здесь ежедневно ведут приемы врач-терапевт, фельдшер, акушерка, зубной врач. Специалисты принимают пациентов по графику. Егор Буяло, Станислав Шведов, Служба новостей. Сенатор Владимир Чижов проконтролировал ремонт нескольких петрозаводских школ. Работы идут по президентской программе «Модернизация школьных систем образования». Только в этом году в ее рамках по всей стране отремонтируют 718 учреждений, а всего планируется обновить более 7000. Школа номер 43 на Попово получила 65 миллионов рублей из федерального бюджета на первый этап капремонта. Основная задача – сделать здание теплее. Оконные блоки мы поменяли полностью в 100%. Сейчас у нас идет герметизация швов межпанельных. Мы уже их очистили. И сейчас альпинисты у нас работают с герметиком. Завершит первый этап капремонта замена кровли. После этого займутся внутренними работами. Как в Карелии реализуют президентскую программу модернизации школьных систем образования, проверил сенатор Владимир Чижов. Ведь дети – это те, ради кого мы живем и работаем. Еще в одной школе, 35-й, идет ремонт. Также в два этапа обновят сначала внешнюю часть здания, затем приступят к внутрянке. Заменят инженерные сети, проведут косметический ремонт помещений. Владимир Чижов отметил, что соблюдение сроков подрядчикам при ремонте школ крайне важно, так как дети на время работ вынуждены ходить на уроки в другие учебные заведения, а порой и учиться во вторую смену. Совет Федерации осуществляет парламентский контроль за выполнением соответствующих решений, за реализацией соответствующих проектов по капитальному ремонту школ в регионах. Ну и я, как сенатор от Корелии, участвую в этой работе. Владимир Чижов подчеркнул, что будет и дальше контролировать сроки ремонта школ, которые вошли в программу. Всего их в Петрозаводске четыре. Кроме 35-й и 43-й, работы будут проводиться в школах номер 12 и 29. Илья Лопухин, Максим Зверев, Служба новостей. Также сенатор посетил специализированную пожарно-спасательную часть в Петрозаводске. О ее работе Владимиру Чижову рассказал генерал-майор внутренней службы Владимир Беречков. Член Совета Федерации отметил, профессия пожарного будет востребована всегда. А для успешной борьбы с огнем важны три фактора. Первое – наличие профессионалов своего дела, профессиональных пожарных. Второе – наличие соответствующего оборудования, высокотехнологичного, включая беспилотники, включая пожарных роботов, которые производят здесь, в Петрозаводске, кстати. И третье, конечно, это содействие местного населения. На вооружении части на улице Попова более 30 единиц техники. Она предназначена для ликвидации пожаров и крупных техногенных катастроф. Подразделение готово к водолазным работам, ликвидации химических аварий и оказанию медицинской помощи. Все те моменты, с которыми могут столкнуться люди в сложной жизненной ситуации, наверное, вот этот личный состав их спасает именно в данном случае. Артур Парфенчиков встретился с известными жителями Карелии, которым за большой личный вклад в развитие республики присвоено звание «Почетный гражданин». Главной темой разговора стала жизнь региона, его социальное и экономическое развитие. Обсудили вопросы, которые касались самых разных сфер. Говорили о развитии предприятий, образования, медицины, строительства, спортивной инфраструктуры в районах республики. Заслуженная учитель Карельской АССР Галина Разбивная отметила, что сегодня власти уделяют большое внимание школьной теме. В регионе активно строят новоучебные заведения и капитально ремонтируют старые. Еще одной важной темой стала помощь участникам специальной военной операции. Индивидуальный предприниматель Николай Федоренко предложил использовать невостребованные садки для выращивания рыбы в качестве маскировочных сетей. У нас дель очень мощная, крепкая. Ее не могут эти минки пробить, а взорваться не могут. И вот сотни километров, тысячи даже накрыть, тысячи километров мы можем накрыть этой делью. Наши солдаты будут ходить там свободно. И никто их не тронет. Все это. От дронов самое лучшее, что есть у нас. Глава Карелии оценил такую инициативу и поручил проработать ее совместно с Фондом защитников Отечества. Помимо этого Артур Парфенчиков встретился с членами Общественной палаты Карелии четвертого состава и поблагодарил их за проделанную работу. Глава Карелии отметил труд общественников, плодотворное сотрудничество и преданность своему делу в непростое для республики и страны время. Мы с вами прошли, по-моему, все за последние годы. Начиная от пандемии, природными катаклизмами. Ну и понятно, нынешней геополитической ситуации. Об итогах работы Общественной палаты Карелии четвертого состава рассказала ее председатель Любовь Кулакова. Независимая оценка российского уровня говорит сама за себя о том, что Республика Карелия входит в десятку и в двадцатку лучших регионов Российской Федерации по развитию гражданского общества. Член Общественной палаты России Илья Герасев также отметил работу четвертого состава на «Отлично». Что тут скрывать? В республике есть проблемы свои, как и везде. Поэтому я думаю, что подключение общественности к проблемам, я думаю, что здесь будет, наверное, самое активное участие принимать Общественная палата. Потому что Общественная палата создана для того, чтобы именно взаимодействовать между обществом и государством. Артур Парфенчиков также вручил общественникам почетные грамоты и благодарственные письма. Колледжи федерального проектора «Профессионалитет» открывают двери абитуриентам, а трассу «Кола» заволокло едким дымом. Об этом не только расскажем в рубрике «Коротко». Петкеранский округ присоединяется к раздельному сбору отходов. Минприроды Карелии уже отгрузила 158 желтых контейнеров. Они появятся на площадках, когда администрация определит точки их расстановки. Приемная кампания в колледже федерального проекта «Профессионалитет» стартует 20 июня. В рамках проекта ребят примут более 1200 колледжей по всей стране, оснащенных современным оборудованием. Водители предупреждают о сильном задымлении на трассе «Кола» в Медвежегорском районе. Густой туман протянулся на несколько километров, сопровождается едким запахом. Вероятнее всего, это последствия тлеющей свалки в Медгоре, которую не могут потушить с 30 мая. В июле в Лондонбокском районе состоится межрегиональное совещание по развитию аквакультуры. В планах обсуждение перспектив рассмотрения проблемных вопросов, связанных с форолеводством, совместный поиск путей их решения. В администрации Кемского района подтвердили информацию о возможном закрытии школы в Панозере. Среди основных причин – сокращение числа учеников. 1 сентября за парты сядут лишь 7 детей. Окончательное решение еще не принято. Сначала свое заключение даст специальная комиссия. Это произойдет не раньше 14 июня. В Петрозаводский день России отметили праздничным концертом и танцевальным флешмобом, который собрали больше тысячи человек. Также несколько десятков горожан приняли участие в мастер-классе по приготовлению калиток. Как прошло 12 июня в нашем следующем сюжете? Началось празднование Дня России с поднятия государственного флага. В церемонии приняли участие глава Карелии Артур Парфенчиков, участник СВО Андрей Гашев и представители движения Юнармия. Каждый, кто мыслит себя россиянином, он сопричастен к великой судьбе нашей страны. Мы своими деяниями, своими мечтами, молитвами чтим ее прошлое, созидаем настоящее ради будущего. Со сцены звучали патриотические песни вокальных коллективов города, стихи и речи. Погода, конечно, подвела, но все равно мероприятие очень важное, поэтому мы пришли, очень нравится концерт, красиво поют, все нравится. Эстафету праздника подхватил международный флешмоб «Русь танцевальная», который проходил на Советской площади. «Ровно в 13 часов по московскому времени практически 115 городов не только России, но и мира, это и Аргентина, и Египет, и Музыбекистан, Тунис, танцуют одну хореографию общую для всех-всех-всех вот этих городов, которые принимают участие». Организаторы рассказали, что музыку и хореографию каждый раз готовят специально для флешмоба, который проходит уже в десятый раз. А в центре Петровский для горожан провели мастер-класс по приготовлению калиток. Секретами кулинарии делилась мастерица Наста. «Да, когда говорят, что вот самые настоящие калитки, это вот только такие. Нет универсального, точного рецепта калиток». «Да, я готовлю калитки, но у меня что-то так хорошо не получалось. Они как какие-то рыхлые, такие не то. И когда я прочитала, что тут можно научиться, я с удовольствием пришла». Пока калитки доходили в печи, участники мастер-класса посетили выставку карельской культуры. После – дегустация своих творений с чаем и теплыми беседами. Илья Лопухин, Алексей Миронов, Дмитрий Усиченко, Служба новостей. В День России в Петкеранском районе осветили часовню во имя покровителя судостроения и русского флота Митрофана Воронежского. Ее возвели на месте старой, сгоревшей еще в 18 веке. В церемонии принял участие и глава карелия Артур Парфенчиков. Он поблагодарил всех причастных и отметил важность сохранения истории нашей земли. Часовня встретила первых прихожан колокольным звоном. Епископ Костомукшский и Кемский Борис Баранов и настоятель храма Вознесения Господня Протеирей Олег провели торжественный молебен и осветили часовню. «И сына, и святого духа. Аминь». «Спаси Господи, люди Твоя, и благослови Достояние Твое». Раньше на этом месте находилась часовня, освещавшая корабли местной верфи. Информация о ее внешнем виде не сохранилась, поэтому новую спроектировали в классическом карельском стиле. В часовню доставили мощи святого Митрофана Воронежского, иконы и утварь для храма передали меценаты. «Действительно это счастье, вот в такой праздник, в День России, осветить часовню, осветить храм. И мы не только освещаем сегодня часовню и храм, мы, по сути, возвращаем свою историю. Спасибо всем еще раз, кто принял в этом участие, кто сегодня с нами разделил этот праздник». Глава республики вручил меценатам, внесшим вклад в строительство, почетные грамоты правительства Карелии и благодарственные письма. Для прихожан выступила юная артистка, а на память было сделано общее фото на фоне часовни. Дарья Лопухина, Максим Зверев, Служба новостей, Петкеранский район. В рамках автопробега «Дорогами Победы» петербургские парламентарии вместе с коллегами из Ленобласти возложили цветы к вечному огню и стели «Город воинской славы» в Петрозаводске. Акция стартовала 9 июня с площади Победы в Санкт-Петербурге. По пути в Мурманск участники посещают города воинской славы и памятные исторические места северо-запада, а также встречаются с ветеранами. Акцию приурочили к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и 80-летию освобождения оккупированных территорий Республики Карелия. В акции приняли участие 15 депутатов и сотрудников аппарата законодательного собрания Санкт-Петербурга. На шести машинах они преодолеют путь длиной около 3000 километров. Мы посетили город Ладейное поле, мы посетили у вас Оланецкий район. Сейчас мы находимся в Петрозаводске, дальше мы уезжаем в Кондабаха, Кондалакша, Мурманск, Медвежьегорск. К возложению цветов присоединились глава Петрозаводска Инна Колыхматова, председатель Совета ветеранов Николай Черненко, а также депутаты законодательного собрания. Это некий мост, который объединил два наших субъекта, объединил нашу общую память, объединил наши патриотические настроения. Автопробег продлится 7 дней. В Санкт-Петербург участники вернутся 15 июня. Житель Карелии запечатлел плывущего по Белому морю лося. Молодое животное целенаправленно плыло к острову. Сахатый не обращал внимания на людей в лодке и, переблыв глубину, побежал вброд к своей цели. Еще пара грациозно плывущих лосей была замечена уже в Ладожском озере. К слову, лоси считаются хорошими пловцами в поисках подводных растений. Они могут держать морду под водой до минуты. И на сегодня это все новости. Всего вам доброго и до встречи в эфире.